МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. В Паггаузах состоялась церемония награждения многодетных семей заслуженных родителей региона. Андрей Гниушев вручил волонтерам благодарственные письма правительства Нижегородской области. Нижегородские рабочие отремонтировали полкилометра тротуаров в Харциске. Подробности далее. Семья – это чейка общества. И это основное, и не просто так, президентом страны Владимир Владимирович Путиным в следующий год объявил годом семьи. Мы понимаем, что все начинается с семьи. Все начинается с семьи. Эти золотые слова звучат на церемонии награждения многодетных семей не единожды. С семьи начинается жизнь человека. В семье происходит формирование его личности. Семья – это источник любви, уважения. Это то, без чего не может существовать человек. Нижегородская земля богата многодетными семьями. Они – пример достойного воспитания и укрепления семейных ценностей. Для нас важно, что в семьях живут в любви, согласии, воспитываются чувства патриотизма, потому что от воспитания детей зависит будущее нашей страны. Семьи, особенно где воспитывается много детей, это живое воплощение традиций и духовных ценностей. Растить детей – работа сложная, а когда их много, в разы сложнее. Но в семье Новиковых все трудности преодолеваются легко, благодаря сплоченности и помощи старших детей. Неделю назад в семье появился девятый малыш. Старших привлекать помогают? Да, привлекают, да. Старшие детишки уже младшим помогают, соответственно. Ну, в целом, в общем, благодаря вот слаженному действию. Когда пойдете за десятым юбилейным малышом? Ну, не знаю, как уже на волю Божией будет, когда… Думали об этом? Возможно, возможно. У Елены Юрасовой тоже девять детей. Она награждена дипломом многодетной матери первой степени. А, как говорит сама Елена, особого секрета воспитаний детей нет. Любить своих детей в самую первую очередь. И пожелаю им, самое главное, очень терпения и здоровья. Самое-самое большое. А все остальное приложится. Всего в торжественном мероприятии приняли участие более 300 человек. Премии «Нижегородская семья» были отмечены 10 многодетных семей. 26 женщин награждены почетными дипломами многодетной матери Нижегородской области – первой, второй и третьей степеней. 6 многодетных мам – благодарностями губернатора Нижегородской области. Также 10 заслуженных родителей региона получили почетные знаки «Родительская слава». Награды заслуженным родителям вручаются в Нижегородской области с 2008 года. Всего за этот период награды получили 736 семей. Семья – это фундамент государства, а залогом успешного развития страны являются традиционные ценности. Построить дом, посадить дерево, вырастить ребенка – эти заветы передаются из поколения в поколение. И в современном российском обществе они не менее актуальны, чем 100 и 200 лет назад. Ксения Войнова, Алексей Калякин, Служба информации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эту песню впервые россияне услышали 23 февраля 2022 года, накануне начала специальной военной операции. И с самого первого дня СВО неравнодушные жители страны начали помогать нашим бойцам на передовой. Кто чем может? Алена Скакальна – уникальный человек и волонтер. Живет в селе Светлом Семеновского округа и служит в храме иконы Владимирской Божьей Матери. Вместе с прихожанами и неравнодушными жителями Семенова отправила воинам уже более 250 маскировочных сетей, более 17 тысяч порций сухого супа, сухих каш и витаминных миксов. А еще запустило производство нашлемников, снайперских костюмов и окопных свечей. За это она отмечена благодарностью губернатора Межгородской области Галины Никитина. Все, во славу Божию, люди идут, помогают. Все, слава Богу. Люди очень много добрых людей, особенно бабушки. Они прям несут частичку своего тепла, не жалеются времени, вяжут носки, вяжут коврики. Вообще они такие молодцы. Таких, как Матушка Алена, к наградам были представлены 185 жителей региона, которые регулярно оказывают поддержку военнослужащим СВО и жителям новых российских территорий. Благодарственные письма правительства Нижегородской области получил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гниушев. Ваше служение и ваша работа как волонтерами – это, конечно, самое святое, наверное, что у нас есть. Это действительно не работа, а миссия, которой вы занимаетесь. Самым важным для страны вы помогаете фронту, помогаете семьям наших героев. Очень символично, что первая церемония награждения волонтеров и активистов специальной военной операции своим сердцем прошла в Доме народного единства. Сегодня здесь только малая толика тех волонтеров, тех добровольцев, которые будут отмечены высокими наградами. Я понимаю, что их значительно больше, и это как раз способ сказать спасибо за их выбор, за то, что они делают от души искренне. Волонтеры постоянно находятся на связи с воинскими частями и Гордиционным центром по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей. Они не только собирали гуманитарную помощь для нижегородских военнослужащих в спецоперации, но и неоднократно ездили в ДНР, в Харциско, Мариуполь, где помогали всем нуждающимся. Я получил благодарственное письмо от правительства Нижегородской области за нашу деятельность. И как бы очень приятно на самом деле, что нас знают, а нас помнят и ценят нашу работу. Очень признателен за оказанное доверие и высокую оценку. Благодарственное письмо от правительства Нижегородской области мотивирует меня и дальше заниматься таким важным и нужным делом на благо нашего региона и всего Отечества в целом. Церемония награждения волонтеров своим сердцем обязательно получит продолжение. А сейчас волонтеры вновь будут собирать гуманитарную помощь и помогать приближать победу. Служба информации Кирилл Инковский и Василий Лысков. Бригада дорожных рабочих, трудившаяся в Харциске и окрестных населенных пунктах, в этом году перевыполнили намеченный план. Представитель правительства Нижегородской области Алексей Исаев поделился планами на следующий год и рассказал о по-новому заасфальтированных тротуарах в центре Харциска. Тротуары по поручению замгубернатора Сергея Эдуардовича Морозова, когда он приезжал сюда на территорию, соответственно, прошелся по не очень хорошим дорожкам, было дано задание компании Рубикон, те, кто делают дорожную сеть здесь в Харциске, отремонтировать тротуары. Ну, скажем так, незапланированные мероприятия, средства были из экономии после прохождения главгосэкспертизы. Ну и вот быстренько-быстренько, почти полкилометра тротуаров, соответственно, дорожники сделали, кое-где поменяли бортовые камни, ну и сделали все в асфальте. Комплекс дорожных работ выполнен в переулке Маниульского и рядом с капитально обновленной в прошлом году спортивной площадкой. Таким образом, начало ремонта тротуара в Харциске положено. Трудились дорожники до самых морозов. Будем считать, что планы на пятерку они, наверное, выполнили на этот год, на следующий год тоже не менее грандиозные планы, тоже объектов тоже очень много, пока порядка 30. Далее с администрацией будет проработан вопрос все-таки ремонтировать, продолжать тротуарную сеть по Харциску, ну и по другим населенным пунктам. Ремонт дорог – одно из приоритетных направлений, уточнил Алексей Исаев. Примерно третья часть средств, направленных на восстановление Большого Харциска, и расходуются именно в этом секторе. В этом году в Харциске, Зугрессе и Лавайске, прилегающих поселках бригады нижегородского предприятия «Рубикон» закатали в свежий асфальт дорог общей протяженности, без малого, 46 километров. Ребята молодцы, почти там сначала 38 человек работало, причем половина местных. Вот, потом еще одна бригада, соответственно, была привлечена, потому что, ну, все видят, в общем-то, динамика, успехи. И на республиканском уровне их начали тоже привлекать. Дорогу из Харциска в Янакиево они делали тоже большие молодцы, тоже, в принципе, в достаточно ускоренном темпе сделали. Ну и, в принципе, техники у них очень много. Завод, опять же, построили здесь, да, то есть они ни от кого не зависят. За счет сэкономленных средств в первых числах декабря была отремонтирована улица Чкалова на Трубной стороне. Участник небольшой, но важной, востребованной и автомобилистов. Здесь расположен отдел МРЭО ГАИ. В следующем году работы будут продолжены. Планируется как за асфальтирование разбитого дорожного полотна, так и благоустройство внутридворовых территорий. Служба информации Кирилл Васянин при содействии телекомпании «Сфера» город Харциск. Продолжение следует...